В Свердловской области усилена работа горячей линии 122 и колл-центров, специалисты которых оказывают помощь по вопросам, связанным с COVID-19. Это позволило снять нагрузку с телефона скорой помощи. Врачи призывают обращаться в скорую лишь в случаях, когда требуется оказание экстренной помощи. На горячей линии 122 на сегодняшний день работает 101 оператор, включая волонтеров. Среднее время ожидания ответа речевого помощника Екатерины составляет менее двух минут. Часть обращений действительно это обращение больше справочного характера. Из разряда у меня температура 37, что мне делать, куда идти. Или я в поликлинику решил не обращаться, решил сразу к вам позвонить. Порядка двух тысяч, двух с половиной тысяч обращений. Это обращения именно справочного характера, которые не требуют оказания экстренной медицинской помощи. Система 122 это единая горячая линия, которая предназначена как раз для вопросов справочного характера. Также это работа с поликлиническим звеном. Подплыв такой требует мобилизации усилий. То есть мы на самом деле с Министерством цифрового развития стараемся максимально подключить дополнительные ресурсы. Почти всю ночь мы провели здесь, отсматривая, как работают волонтеры, как отсматривая, правильно ли они соблюдают скрипты. В случае, если наплыв будет еще больше, наша задача максимально в обычном режиме контролировать и набирать дополнительные силы. В связи с таким очень серьезным ростом заболеваемости у нас существенно увеличилось количество обращений. То, что касается выхода ситуации, мы сейчас приняли ряд дополнительных мер. Первое и главное, надо сделать так, чтобы у людей была возможность вызвать врача, осуществить дозвон на телефон 122, либо колл-центр поликлиники и не идти в поликлинику, тем более, что больничные листы у нас выдаются электронно. Поэтому сегодня закончились определенные технические мероприятия, связанные с работой службы 122. В настоящий момент она работает практически с ожиданием в несколько секунд от силы полминуты. Это уже привело к снижению количества звонков на станции скорой медицинской помощи и, конечно, в ближайшей перспективе приведет к снижению посещений поликлиник, потому что понятно, почему люди идут в поликлинику. Они идут в поликлинику, потому что они не могли вызвать медицинского работника к себе домой. Рост заболевших зафиксирован по всей Свердловской области и в Новоуральске. О цифрах статистики и актуальных вопросах борьбы с COVID-19 в нашем городе расскажет моя коллега Анна Акрамова. 155 768 человек заболели за сутки коронавирусом в России. Это новый рекорд с начала пандемии. Еще 3443 случая COVID-19 выявили в Свердловской области. Это также абсолютный рекорд с начала пандемии в Уральском регионе. Отмечен рост и в Новоуральске. За сутки заболевших ковидом стало втрое больше. Вчера в городе коронавирус подтвердили у 66 человек, а сегодня у 193. С выздоровлением в Новоуральске выписаны 29 горожан, а в стационаре инфекционного отделения находятся 70 взрослых и 4 ребенка. Скончавшихся от ковида нет. Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в городе по предварительной записи на сайте ЦМСЧ или по телефону колл-центра 2-47-97, работа которого временно организована в круглосуточном режиме. Операторам справочной службы будут помогать волонтеры, в том числе студенты медицинского училища и взрослые добровольцы. Телефон скорой помощи 103 и 2-11-23. В Новоуральске на сегодняшний день первым компонентом вакцинирован 47 тысяч 71 человек, вторым 34 тысячи 630 новоуральцев. В наличии есть вакцины «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». У нас работает очень много пунктов прививочных, это два пункта третьей поликлиники, мы даже разделили первые компоненты и повторные, первый на третьем, повторный на втором. Работает у нас в донорском от нашей поликлиники, работает в первой поликлинике, по выходным детская поликлиника. То есть мы разбили так эти пункты, что в шаговой доступности практически каждый. Ну и совсем сантиметровой доступности, если мы приезжаем по приглашению. Кроме того, у нас есть еще очень уникальный, я считаю, метод вакцинации, мы выезжаем по домам к маломобильным. И мы очень много уже сделали. Вот завтра, сегодня должны были поехать, завтра должны были поехать по домам, сегодня в садик, завтра по домам, но нас по домам на сутки мы отодвинули, потому что ждет воинская часть, больше 60 человек. В связи со сложной эпидситуацией второй день новоуральские ученики со второго по восьмой класс находятся на дистанционном обучении. Дополнительные каникулы для первоклассников продлены до 16 февраля, а занятия в учреждениях дополнительного образования города осуществляются с применением дистанционных технологий. Школы посещают лишь старшеклассники 9-10-11 классов. Это сделано в связи с соответствующим указом губернатора и на основании решения оперштаба Новоуральского округа. Дело в том, что в Новоуральске значительно увеличилась заболеваемость детей ОРВИ. Выросло и количество случаев заболеваемости ковидом. В детской поликлинике отменены приемы детей до года и все профилактические прививки. Сейчас поликлиника работает только на прием заболевших детей. По всем возникающим вопросам, в том числе связанным с техническим обеспечением дистанционного обучения можно обращаться на телефоны горячих линий, указанных на сайтах образовательных организаций, или на телефон горячей линии управления образования 6-27-01. Анна Акрамова, Мария Антонова, Дмитрий Дедюхин. Новоуральская обещательная компания. Новоуральская обещательная компания.